Привет, друзья, с вами Вайми, я продолжаю проходить Dark Souls, свой загребываженный мир. Ну и в данном случае он не загребываженный, потому что нету этой фигни в Эшвейке, и в Грейт Холлоу, и в Файерлинке, и еще в нескольких локациях. Так что, все стандартно. Мне здесь нужно забрать Миракл, мне здесь нужно убить Гидру. Ну, не нужно, но я хочу здесь убить Гидру. Ну и, по сути, больше здесь делать нечего, кроме как забрать Миракл и убить Гидру. Гидра, перестань ничего не делать и начинай меня бить. Недавно на другом персонаже у меня почему-то были жуткие проблемы с Гидрой, точнее не почему-то, а потому что у меня было мало стамина и хреновый щит. В общем, она меня пробивала. Хотя сейчас она меня тоже пробивает, окей. Значит, не только на другом персонаже. Вообще, суть в том, что нужно правильное место найти, потому что она это делает не везде. Здесь, например, она, по-моему, вообще не попадает, и можно ее безопасно бить. Так что да. Ну, а сейчас попадает. Не знаю, я не очень люблю Гидр обоих. Они обе слишком непонятные, сложные вообще. То есть они не сложные сами по себе, но много рандома и всякой фигни непонятной. Да. Черт, я бью одной рукой. И это не очень хорошая идея. Также я немножко застрял, это тоже не очень хорошая идея. Ну, допустим, здесь она, по-моему, не должна попасть в теорию. Да. Правда, я по ней тоже не особо. На удивление, слабо ее водка дамажит. То есть он, в принципе, на удивление слабо дамажит. Конечно, это потому, что у меня нет не кликнуто кольцо, которое усиливает мир. Потому, что у меня не так много веры. То есть если бы у меня было там 45 веры. Зачем я сделал атаку с разбега? 45 веры и кольцо, которое усиливает. И я опять забыл, работает ли на веру все то, что усиливает магию. То есть там корона даст и прочее. В общем, можно было бы добиться очень неплохого урона с водка. В принципе, сейчас она, по мне, по идее, вообще не должна попадать. Сейчас узнаем. Да, тогда проще будет. А, в принципе, там уже пара хп, так что... Да. Я просто добил одной молнией. Сойдет. Эта гидра, на самом деле, как-то проще обычно выходит. У нее больше жизни. Но ей почему-то обычно не нужно все головы отрывать. То есть к тому моменту, когда я сюда уже прихожу, у меня обычно хватает там несколько головки и уничтожить, и она умирает. Здесь также драконьи чешуи, целая куча. Две штуки дают за гидру. Так я просто выключу 60 фпс и не буду застревать в песке. Не должен, по крайней мере. Нет, все равно буду. Окей. Две чешуи дают за гидру. Одна лежит вот там, вот ее видно вдалеке, слева от гидры. Еще одна в этом бревне. И еще одна впереди. Ее не видно, но она там есть. И по сути можно набрать 10 чешуек. Это необходимое для полного апгрейда одного драконьего оружия количество. Можно их набрать с гарантированных вещей. Вот там еще одна чешуя. То есть здесь получается 5. Одна с гидрой в даркруте, то есть 6. По одной с обоих драконов андедов, то есть получается сколько? 8 уже. Возможно, где-то я что-то попускаю. Ну так, 8. А, нет, все правильно. 8. Одна лежит в Блайттауне, около костра. Которая внизу Блайттауна. Там, если вдаль пройти, там такая мелкая арена и на ней сундук с чешуей. И еще одно. Можно что-то обменять у снагли. Я, правда, не помню что. Еще одну чешую. То есть можно получить 10 чешуек за... Не используя никаких рандомных дропов. Как, по сути, и со всем остальным оружием. То есть необходимые для полного апгрейда до 10 там или до максимума, в общем, одного оружия количество материала можно найти в игре всегда, независимо от пути апгрейда. То есть если считать гарантированные дропы с врагов, всякие там черные рыцари, которые всегда дропают чанки. Ну, не учитывая, конечно, тех черных рыцарей, которые перед Гвином, потому что они респауниться, а не перед Гвином. Потом там то, что лежит. То, что можно обменять у снагли. И все. Ну, собственно, мерцающий титанит это с ящериц. Там его, не знаю, 30, наверное, или больше кусков. Красный — это несколько черных рыцарей. Оба васайлами, еще несколько вроде бы где-то есть. Плюс там в изолите всякие куски. И слаб тоже в изолите. Белый — это, соответственно... По-моему, всего один черный рыцарь или два. Я знаю, что... Черный рыцарь в Грабнице гигантов дропает белый чанк. Но я не помню насчет того, что в катакомбах. Возможно, тоже. В общем, пара чанков так. Плюс в Грабнице гигантов несколько штук лежит просто так. Плюс что-нибудь, скорее всего, можно обменять у снагли. Ну, не уверен, кстати, насчет белого. Возможно... Возможно, его не хватит. Синего должно хватать. Хотя... Хм... Возможно, я говорю бред и не хватает синего и белого. Но красного должно хватать. И все, собственно. Потому что обычного точно хватает. Там на несколько даже апгрейдов хватит. Драконьих чешуи хватает. И мерцающего тоже хватает. Могу ли я использовать в этот раз этот меч? Вряд ли. Да, ему нужно 50 сил. У меня силы 27. То есть у меня 40, если брать в две руки. Жаль. Ну, и больше мне здесь делать нечего. Я подобрал Great Magic Warrior. Миракл. Где он здесь находится? По-моему, его сделал Хавель. Создал. Да. Ну, оба их создал Хавель. Два юза всего. Очень неплохо повышает магический дефенс. То есть те же короли почти меня не будут дамажить. Но всего два юза. И работает он, по-моему, 30 секунд или около того. То есть... На бой с королями его не хватит, например. Что печально. Так, что я после этого хотел сделать? Я хотел пойти и убить Гвиневер и потом Гвиндолина. И посмотреть, что вообще происходит в... В Темного Наронда. Потому что там может быть другой набор врагов. И мне это интересно. Гвиневер. У нее два хитпоинта, как ни странно. То есть... Ну, сейчас я наношу 178 урона. Но если... Наносить ей не 178 урона. В общем, если кидать какие-нибудь ножики метательные. Или использовать лук, который я не мог бы использовать. То есть на который не хватало бы статов. То... В общем, если носить поединщики дамага. То с одного она не умирает. Только с двух. Непонятно почему. Так что да. Темная Наронда, в принципе, даже удобнее. В плане убийства Гвиндолина. Потому что если я убью Гвиндолина, то... Кстати, я все еще остался Даркмуном. Что забавно. В общем, если я убью Гвиндолина, то... Сагрится Хранительница Огня здесь. А если Темная Наронда, то она не около своего костра, а в другом месте стоит. Так, ну в принципе, мне ничего здесь делать не нужно. Мне нужно спуститься. Посмотреть, что тут вообще происходит. Потому что я хочу узнать. Нет ли здесь каких-то дополнительных черных фантомов или еще чего-нибудь. Ну здесь двое этих рыцарей. Даркмонов. С ними можно немножко сразиться. Ау. Ну, ударь. Нет, не так, ударь. Вот, сойдет. Хм. Кстати. Кстати, кстати, кстати. Я не уверен, какая анимация у копья специальная. Такая же, как почти у всего остального. Окей. Кольцо с шершнем. Повышает урон от репостов и бэкстабов. И добавляет специальные анимации, которые иногда. То есть оно не всегда такую анимацию будет проигрывать, а с каким-то шансом. Так вот. Ну, похоже, ничего не изменилось в плане врагов. То есть те же фантомы, что и были в световом Андролонда. Ну, на всякий случай я пробегу сюда и посмотрю, что здесь. Также я хочу показать одну такую прострату по бою с Гвиндолином. Точнее, даже две. Но они, по сути, являются одним и тем же только вариациями. В общем, суть в том, что Гвиндолина можно безопасно расстреливать из элка. Для этого нужно либо иметь ядовитые стрелы, либо иметь драконоборческий лук, который у меня есть, но он у меня в... в этом самом... в ящике. Ну, я сбегаю и куплю стрелы, потому что это удобно и... это, мне кажется, более дешевым и правильным вариантом, потому что драконьих стрел на него нужно очень много, а они очень дорогие. В то время как ядовитых там, я не знаю... штук 50 хватит, учитывая... Ну, то есть хватит вообще, на самом деле, наверное, штук 30. Но нужно еще пристреляться и попасть по нему. Так что я сбегаю и куплю их. И тормоза меня уже немножко... Меня немножко уже надоели, так что, наверное, я все-таки удалю этот набор текстур. Он выглядит красиво. Да. Но эти... подгрузки текстур меня раздражают очень сильно. Так что, видимо, буду играть с классическими размытыми текстурами низкого разрешения. Ну, да ладно. 23 тысячи, это у меня хватит на пару сотен, наверное, стрелок. Хотя я не помню, они либо по 100, либо по 500. За мной никто не бежит, окей. По-моему, по 100. А, нет, они в стрелах, очевидно. Да, 231. Это хорошо. Я не думаю, что мне столько когда-нибудь понадобится, но все равно это хорошо. Так, и мне нужен... Мне нужен лук. Ну, то есть у меня есть лук? Я имею в виду драконий. Драконий. Нет, не стрелы, а лук. Лук, лук, лук. Мне нужно, наверное, выкинуть половину всякого холма отсюда. Копья. Альбарды. Кнуты. Щиты. Луки. Дракон Сойер. Гоха у меня нет, я его не взял. Потому что, если я пошел поговорил с Гохом после убийства Каламита, то он бы мне дал свой лук. Который, в принципе, по-моему, для меня был бы хуже, чем обычный драконоборческий. Потому что у меня силы не так много. У него от силы, по-моему, лучший скилл. Или что-то типа того. Я не помню, честно говоря. Возможно, у него такой же скилл от силы, но он требует только силу. Может быть. Что-то там такое было. В общем, ладно. Я не буду его убивать из лука, потому что это очень долго. Но я покажу, как это делается. То есть я немножко урона ему нанесу. Таким образом. А это выкидывает меня из Ковенанта, то, что я захожу внутрь. Так что это нехорошо, потому что я теперь не смогу использовать Даркмоновский Миракл, но когда я его убью, я подберуся на Лайтблэйд, который делает то же самое в данный момент. Так вот, суть в том, что он меня не атакует, если я остаюсь здесь. И он меня не атакует, даже если я подойду немножко ближе. Так что я могу эквипнуть. По-моему, можно использовать с драконьем и луком стрелы Гоха, с обычным. Так что я могу все эквипнуть. Подойти до четвертой колонны. По-моему, он около четвертой начинает стрелять. Но можно проверить. Нет, пятая. Да, здесь он начинает стрелять. Оно до меня не должно. Нет, это долетит. Если бы он стрелял мелкими шариками, они бы до меня не долетели. Если я выйду обратно, то он перестанет по мне стрелять. Я могу прицелиться примерно. Я сомневаюсь, что я сейчас попаду. Да, нужно чуть правее было взять. Также мне стоит эквипнуть кольцо на дальность луков. Драконь и лукому, в принципе, наносят урон на таком расстоянии. Черт, еще правее. А, у меня кончили стрелы. Ну, я надеюсь, я попаду. Нет. Ну ладно, драконь и лукому, в принципе, наносят урон, хотя не очень много. Ядовитые стрелы сами по себе урона не наносят с такого расстояния, но они его отравляют. Сильно правее. Да, попал. Плохо, что я ему попадаю в голову, так что я, скорее всего, не смогу по нему нормально попадать. Но я перестал попадать ему в голову. Где-то так, наверное. Да, у него начала убывать жизнь. Оно не пишет, сколько у него жизни убывает, но она убывает. То есть можно просто подождать, потом его придется заново отравить. По-моему, три или четыре раза его всего нужно отравить, чтобы полный хелсбар ему снести. Но таким образом его можно убить. Абсолютно безопасно, потому что он в ответ не стреляет. А так что да. Есть такой способ. Что у меня есть, что мне может помочь в этом бою? Нет, нет, нет. Ну, Меракл, я его вряд ли буду убивать. Ну ладно, пусть будет Кольцо Льва. Ну то есть я, естественно, его буду убивать нормальным способом сейчас, потому что я не хочу здесь ждать полчаса. Да, от его магии не сильно помогает даже щит. Крест щилд. То есть у него очень много урона, хотя он и магический. Блин, Пикк для этого не очень хорошо подходит, потому что у нее удар с разбегу убогий. Но, в принципе, он не опасен. Большие шары проходят сквозь стены, но от них легко увернуться. Мелкие шары не проходят сквозь стены, но от них сложно увернуться. И его можно обычно ударить еще один раз, где-то после того, как он исчез. Я успею? Да, я успел. Это была плохая идея. И лук просто не проходит сквозь стены, очевидно, от него достаточно легко увернуться, но... Он из него стреляет очередями. Почему его лук, если его скрафтить, не стреляет очередями? Он тогда был бы хорошим оружием. Ну, хотя бы относительно хорошим. Почему вообще все боссовское оружие такое плохое? То есть, что есть адекватное? Мяч Квилаг, разве что, который Фьюрисорд. Да, для ПВП многое подходит в каком-то плане. То есть, например... А, он уже сейчас. Например... Хаос Блейд для ПВП отлично подходит, но в ПВЕ, если у вас нет человечности, то он наносит... Ну, он, в принципе, в принципе, значительно слабее, чем та же Учигатана. А, я его убил. Я попал по нему? Ура! Сам такой. Окей, душа Гвиндолина, из которой можно сделать его лук, который, опять же, бесполезен, или его каталист, который позволяет использовать веру как модификатор урона магии. То есть, он позволяет использовать магию, но плюшки к урону этой магии получать от веры, а не от интеллекта. Проблема в том, что все равно нужен интеллект... Ну, нужно... Соблюдать требования по интеллекту к... У самого спела. То есть, например, какому-нибудь там... Я не знаю... Дыханию дракона белого, или как оно там называется, нужно 50 интеллекта. И это не изменится. Ему все равно нужно 50 интеллекта, даже с этим талисманом-каталистом. Так что это делает его немножко менее полезным. Что у меня, кстати, 5 медалек. Окей. Мне нужно нафармить еще 5 медалек, перед тем, как переходить на NG+, потому что мне нужно еще Miracle Sunbro получить, на который нужно 10 медалек отдать. И кроме этого, мне нужно купить Miracle... Carmic Justice. Чем я сейчас и займусь. В принципе, я уже прошел все, что нужно было пройти. То есть, остался только Гвин, по-моему. Либо я что-то... Либо я о чем-то забываю. Но, по-моему, все, кроме Гвина, я сделал. По-моему. Подобрал ли я восточную броню? Скорее всего. Хотя, может быть, и нет. Если нет, то можно сбегать, подобрать. Но сначала нужно купить Miracle. Так. Я хотел посмотреть броню эту свою. Восточная броня. Есть ли ты у меня? Нет? Похоже, что нет. А, нет, есть. Вот она. Мне нравится восточный шлем, кстати. Прикольно выглядит. И он достаточно хорошо сочетается со многими другими арморами. Вообще, наверное, моя любимая отдельная деталь брони, то есть отдельный кусок, это броня сама Серебряного Рыцаря, потому что она офигенно смотрится, и она довольно офигенно сочетается с очень большим количеством разной другой брони, только... Точнее, не только, а в принципе, мне абсолютно не нравится шлем Серебряных Рыцарей, потому что он совершенно непропорциональный. А что я имею в виду? Да. Я не знаю, как голова персонажа туда влезает. Понятия не имею. Так что да. И мне сейчас не хватает ничего, чтобы так фаструлить, так что я обратно возьму себе, что там у меня было. Плащ Честера. Плащ Честер крутой. Ну так вот, я подобрал Miracle Sunlight Blade, который делает абсолютно то же самое, что и... что и Darkmoon Blade, только выглядит по-другому. Где он у меня? Вот он. Но Darkmoon Blade можно прокачивать, повышая свой уровень в Квинанте, а Sunlight Blade так и останется. 1.8 у него множитель. О, кстати, да, точно. Рыцарь. Ну, сейчас это вообще не проблема этот рыцарь. Естественно. Там ничего на всякий случай. Ну-ка ради... Ради науки и ради лузов. Упс, я промазал. 12 урона. А кулаком... Это его щит. Это все еще его щит. Его можно парировать, если правильно это делать, но его нельзя репостить. В принципе, парировать его достаточно выгодно, потому что потом можно несколько раз халявно его ударить. Упс. Это было правильное парирование по таймингу, но он... задеденгли у меня, по сути. Да почему я не могу его пнуть? Ну да, урона очень мало. Я не смог... А, нет, я смогу его застагелить кулаком. Частичное парирование. Упс. Истамина кончилась, я не смог перекатиться от этого. Ну да, убивать его кулаком это... Кулаком и пинками это плохая идея. Я могу, наверное, забить его любым оружием, которое у меня есть, кроме... сломанного меча и того, чем я не могу пользоваться. То есть я могу без проблем взять какой-нибудь там, я не знаю, меч с анбро или еще что-нибудь подобное и забить его этим. Но кулаком слишком... слишком слабый и слишком долго. Черт, нет. Я случайно диквипнул его. Или нет? А, нет, у меня просто рука другая. Окей. Неважно. Пинок, в общем, относительно бесполезен. Им можно добивать врагов. Им можно убивать там боковые эти хреновины у кровати, например. Потому что кровать только центральная, этот жук ему не накагнил. Винка тебе. 25 урона. Ау. Ладно, умрите. И у меня выбрана человечность вместо эстуса. Ну, будет одна человечность. Не страшно. Да, кстати, я, по-моему, говорил, что где-то слышал, что можно парировать Арнштейна. Нифига, нельзя. Ну, по крайней мере, мне не удалось, хотя я пытался, наверное, полчаса исключительно его парировать. Обычного Арнштейна не супер вариант. То есть частичные парирования прокатывают, что он неполный урон наносит, но он все равно урон наносит. Я люблю длинный меч. Я также люблю, например, клеймору. Черт, я неправильно это делаю. Ну, ладно. Поскольку меня ударили, все получилось правильно. Но если мимо них пробегать, мне нужно заблокировать первых вот этих вот двоих, которые слева прибегают. То есть сейчас я их убью. Или они меня. Скорее, они меня. По сути, если есть желание мимо них пробежать безопасно, то нужно трупы через с которой нельзя проходить. Нужно сюда забежать. Заблокировать вот так вот два удара с этой стороны. И после этого бежать вперед. Тогда никто не помешает. Можно будет спокойно пробежать. И все будет хорошо. Так что да. Ну и я сюда поднимаюсь, естественно, потому что здесь стоит... Я постоянно забываю, как его зовут. Озвальд. Из Карима. Который продает Миракл. Один из тех двух, по-моему, которых у меня нет. Трех. Наверное. Если я ничего не забыл. Я также хочу его убить, потому что я помню, что он что-то дропает, но я не помню, что он дропает. Также я могу отпустить грехи за 44 тысячи, но у меня столько нет. Кармик Джастис. Как раз 40 тысяч, кстати. Кармик Джастис интересная вещь вообще, которую я ни разу не использовал, но я примерно знаю, как она работает. В общем, суть в том, что если я ее скастую, он накладывает на меня такой баф, как бы, и если пока он работает, мне нанесут какое-то количество урона, то он сработает, как бы, и нанесет урон противнику. Нужно будет проверить, как оно работает подробнее. Ну ладно, парень, пришло время тебе умереть. Что он дропает? Он дропает двойную человечность, книгу. Понятно. Хрень он дропает. Это тот НПС, которого никогда не стоит убивать. Потому что, если вдруг, случайно, я поссорюсь с каким-нибудь другим НПС, то он может все уладить. А если я поссорюсь с ним, то хрен. Ну, поскольку я уже, по сути, все прошел, то все нормально. Ну и я не знаю, что еще мне можно делать. Наверное, можно положить души в лордвесел. Дайте мне баударский меч. Нет, не баклер. Это тоже, по-моему, с рапирой был, так что с него тоже не может упасть. Удобнее всего фармить баударский меч в сцене. Там просто быстрее всего. А, да, я хочу проверить, что делает этот карминг джастис. Так будет быстрее, наверное, чем бежать куда-нибудь. Да. Проверить я его хочу на файерлинке, в общем, там проще. Там самые безопасные враги. Файерлинк, поехали. Так, магия. Это все мне не нужно. Мне на него хватит вообще веры? Ну, хотя хомвард мне нужен. Да, карминг джастис, 20 веры, всего 4 юза. Неплохо. Ну, и в последний салат какой-нибудь там сану, сану, лайт блейд, который я не могу использовать со своим мечом, потому что у меня меч дивайн. Но я могу его использовать с копьем, с пикой. Но я не хочу его использовать, я хочу использовать карминг джастис. Я не уверен, работает ли он на щит, то есть в смысле можно ли блокировать, чтобы оно отразилось. Попробуем. Бей, еще бей. Видимо, видимо не работает. Или он, в принципе, на такой маленький урон не работает. Ну, ладно. Так, ударься. Да. То есть, по сути, это такой автоматический водг, если мне нанесли какое-то количество урона. И это может быть достаточно веселой вещью, но нужно получать урон, чтобы он активировался. причем нужно получать довольно много урона. Или оно работает как, как не знаю что, как какой-нибудь блин или типа того, то есть нужно именно за очень короткое время получить много урона, чтобы он активировался. Не знаю. Как-то он странно работает, поэтому беру свои души. Что у меня еще есть из оружия? ничего хорошего. У меня есть целая куча луков. Насколько мне не хватает на него статус? Мне не хватает на него инта, так что пофиг. Мне он не для инта нужен. Шесть урона. Кастуется он долго, это не радует. Есть у меня пояс? Нет, у меня нет пояса. Потому что я подумал, что возможно он срабатывает, когда пояс сломался. То есть, когда мне пробили пояс. Да я не хочу кастовать, я хочу его пнуть. 41 урон. Это наиболее похоже на чистый урон, потому что у этих парней, по-моему, то ли вообще нет дефенса, то ли самый низкий дефенс в игре. Или, возможно, просто равный от всего. Лоу. Я нанес ему 5 урона бэкстабом кулаком и убил его этим. Я, кстати, хочу проверить вот это. Упс, нет. Это талисман. И это не та атака. Это стандартная анимация. Есть ли вообще нестандартная анимация у кулака? Это тоже стандартная анимация. И это стандартная анимация. Я его сейчас так убью. Это вообще промах. Это тоже. Это тоже. Блин, почему у него такой доу-ди замах? Это неудобно. Черт, ко мне сзади еще один пришел. И это стандартная. Видимо, нету просто нестандартной анимации. Там, по-моему, около 50% шанс. Может быть, немножко меньше. То есть, она должна была за такое количество репостов сработать. все еще стандартная. У нестандартной у такого вот оружия, которое... Хм... Можно ли репостить щитом? Да, блин, он бомбами вообще начал кидаться. Ладно, ты умри. Нет, видимо, нельзя. Да, определенно нельзя. Жаль. Но мой щит наносит больше... Нет, меньше урона, чем мой пинок. Окей. Пнуть тоже нельзя? Да, вместо пинка вот такой вот удар. Интересно. А в прыжке? В прыжке работает. И в падении работает. После переката... Обычный вроде бы удар или что-то похожее. И с разбегу... Вау. С разбегу почти как у пики. Ну да ладно. Есть пара щитов, которые неплохо можно использовать в правой руке и наносить ими урон. А этот щит Зигмайра и колесные скелеты, которые... Который с них падает щит в колесо. Наверное, какие-нибудь еще. Это те, что я помню. Возможно, еще щит... Как его зовут? Кирка. Скорее всего. Ну да ладно. Я думаю, на этом стоит закончить. Мне нужно пойти и нафармить за кадром кучу медалек. Точнее, пять медалек. Фармятся они с жуков в изолите. Черт. Мне придется опять отключать скрипт. Ну, а на сегодня на этом все. В следующий раз будет Гвин. Это будет короткий эпизод, скорее всего, потому что с Гвином оно всегда так. Ну, и... Спасибо за просмотр. С вами был Айми. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok